Привет! Привет, дорогой! Добрый день! Здравствуйте, мои дорогие! Делайся рецептом с нами, что ты готовишь? Мы тут все в нетерпении, честное слово. Сегодня я приготовлю для вас кое-что необычное. Это блюдо готовил мой дедушка по воскресеньям. Это нежнейшая кролятина, втушенная в хлебном соусе. Хлебный соус! Для этого блюда нам понадобится кроличья тушка, кефир, сливочное масло, сыро-копченый бекон, черный хлеб, белое сухое вино, вода, лук, чеснок, сушеный розмарин, сушеный тимян, ягоды можжевельника, черный молотый перец и соль. Для начала подготовим маринад для кролика. Беру большую миску и наливаю в него 2 стакана кефира. Беру 3 зубчика чеснока. Он у меня уже очищен. И выдавливаю его через пресс прямо в кефир. Также беру 1 луковицу и нарезаю ее кубиками в 5 мм. И отправляем лук тоже в кефир. Ну и какой же маринад без специй? Возьмем ступку для растирания специй и кладем в нее 10 ягод можжевельника. Добавляем в ступку пол чайной ложки сушеного розмарина, столько же сушеного тимяна, 1 чайную ложку черного молотого перца и пол чайной ложки соли. И все растираем хорошо в порошок. Специи готовы. Отправляем из кефир. И хорошо все перемешиваем. Вот и все. Наш маринад готов. А теперь берем кролика. Он у меня уже разделанный на 12 порционных кусочков. И отправляем кролика в кефирный маринад. Накрываем миску пищевой пленкой и отправляем нашего кролика мариноваться в холодильник на 12 часов. Хлебный соус с кефирным маринадом. Я заранее замариновала кролика. И сейчас мы его будем обжаривать. Ставим сковородку на плиту и отправляем на него 25 граммов сливочного масла. Здесь у меня бекон 100 грамм. Бекон делим на две части. Одна часть у нас пойдет для прожарки кролика, вторая часть для соуса. Для соуса откладываем в сторону. Нарезаем бекон кубиками. Отправляем бекон на сковородку. Жарим две минуты для того, чтобы он стал слегка прозрачным и отдал часть жира. Также к бекону мы сейчас будем добавлять специи. Пол чайной ложки сушеного розмарина и столько же тимяна. Добавляем один зубчик чеснока. Через пресс он у меня уже очищен. Хорошенько все перемешиваем. Тем временем подготовим мясо кролика к обжарке. Нам понадобится бумажное полотенце. Выкладываем на досточку. Достаем мясо кролика на бумажное полотенце. Это нужно для того, чтобы кефир на сковородке не свернулся и не превратился в некрасивое хлопья. Берем еще бумажное полотенце и просушиваем сверху. Выкладываем кролика в сковородку. Обжариваем кролика с двух сторон до румяной корочки. На это уйдет 10 минут. Слушай, ну, дуже круто. Пока жарится кролик, приготовим соус. Берем еще одну сковородку и тоже ставим ее на плиту. Отправляем на сковородку 25 грамм сливочного масла. Пока масло растапливается, отрежем 3 кусочка черного черствого хлеба. Толщиной где-то 1 сантиметр. Нарезаем хлеб кубиком в 2 сантиметра. Отправляем хлеб в сковородку с маслом и обжариваем до румяной корочки примерно 2 минуты. И как раз пришло время перевернуть кролика на другую сторону. Корочка золотистая. Уже вкусно. Пахнет копченым бекончиком, объедение. Пока хлеб жарится, займемся луком. Нам понадобится одна луковица. Она у меня уже очищенная. Режу ее кольцами в 5 миллиметров. Хлебушек у меня уже готов. Достаем его в мисочку. Плиту не выключаем. Сковородку возвращаем обратно. Делим бекон пополам и отправляем на нашу уже горячую сковородку. И туда же к бекону отправляем кольцами нарезанный лук. И обжариваем 5 минут до мягкости лука. Кролик зазолотился со всех сторон. Снимаем его с огня. Бекон и лук тоже обменялись вкусами. Бекон стал прозрачным, а лук мягким. Теперь добавляю 200 миллилитров белого сухого вина. Честно, все чудесати, это чудесати, я сказала, Алиса. И 200 миллилитров воды. И даем жидкости выкипеть наполовину. На это уйдет 15 минут. Включаем духовку на 180 градусов. Выключаем соус. Берем погружной блендер. Переливаем соус в чашу блендера. Отправляем сюда 1 чайную ложку соли. И перебиваем до однородности. Все, соус наш готов. Берем круглую форму для выпекания. Диаметром 25 сантиметров. Наливаем туда соус. Крошим хлебушек на маленькие кусочки, прямо в соус. Берем нашего золотистого кролика и выкладываем поверх нашего хлеба соусом. Вот так вот обильно, хорошенько втапливаем кролика в соус с хлебом. И вот это вот самое вкусное, самое сочное. Заливаем сверху в нашу форму. И отправляем нашего кролика в духовку на 1 час запекаться при температуре 180 градусов. Час прошел, можем доставать нашего кролика из духовки. Пахнет, как у дедушки на кухне. Прямо вернулась в детство. Осталось только попробовать. Что? Я сейчас и сделаю. Мясо очень нежное. Прямо тает во рту. У него есть кисловатый вкус. Это благодаря маринаду. И приятный аромат благодаря черному хлебу и соусу. Обязательно приготовьте это дома.